10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Сколько в Казахстане свалок? Как утилизируют мусор? Все, что касается сбора и переработки бытовых и промышленных отходов, обсуждают сейчас на правительственном часе в столице. Марк Брюшко выходит на связь, он работает на месте события. Доброе утро, Марк. Что уже удалось узнать? Доброе утро, Арстан. Доброе утро всем нашим телезрителям. Сразу хочется обозначить, что правительственный час только что открылся, только что начал свою работу, поэтому узнать мы практически уже ничего не смогли, за исключением некоторой информации. Мы ознакомились с некоторыми документами. Буквально зачитаю, выписал себе немного. Допустим, ежегодно образуются в нашей стране сотни миллионов тонн промышленных отходов, а за первое полгодие этого года скопилось их уже свыше 100 миллионов тонн. Разные загрязнители преобладают в разных областях. Допустим, стойкие органические загрязнители можно встретить чаще всего в Карагандинской области, в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кустанайской. В этих регионах, допустим, загрязнители, связанные с химической промышленностью, можно встретить в том же самом Восточном Казахстане, в Жамбылской области, отходы от нефтяного производства. Разумеется, это Запад, это Западноказахстанская область, Атараусская и Актюбинская. Хочется также добавить еще, что сегодня, судя по документам, судя по количеству гостей, будет очень действительно жаркая дискуссия такая, потому что тема всегда актуальна. Бытовых и не только бытовых промышленных отходов, очень много мусора в Казахстане, и нужно действительно решать вопрос, как утилизировать все эти отходы, не нанося вред окружающей среде и соблюдая, так сказать, баланс и не делая даже хуже природе Казахстана, уникальной в некотором роде, в некоторых местах, я бы даже сказал. Также хочется отметить, что за моей спиной, не знаю, видно, не видно, сейчас перед началом правительственного часа любой желающий мог ознакомиться, допустим, с небольшой выставкой. Здесь на стендах представлены, как мы поняли, компании, которые занимаются различными видами переработки мусора и переработки в целом. Там мы могли видеть и мыло, допустим, из животного жира, переработка металлов, что делают со старыми автомобилями, которые сдали в утиль, ну и все в этом роде. Пока, Растан, к этой минуте у меня вся информация. Мы будем следить очень внимательно за тем, как проходит это заседание, за тем, как проходит правительственный час. И, в принципе, с новыми подробностями уже в следующих выпусках новостей. Вернемся к вам. Будем надеяться на успех этого правительственного часа, ибо свалки и мусор – это одна из главных проблем этого мира. Спасибо, Марк Брюшко. Нас информирует из здания «Мажелиса». Между тем, свыше полутора тысяч стихийных свалок удалось обнаружить в Акмолинской области с помощью спутника дистанционного зондирования земли. Как оказалось, почти тысячи несанкционированных полигонов находятся в радиусе 50 километров от Кокщитау. Свыше 500 расположены в близлежащих к столице районах. Одно из крупнейших стихийных мест для складирования отходов неизвестные устроили буквально в нескольких километрах от областного центра. Сюда свозят бытовой и строительный мусор. За несколько лет накопились тонны отходов. Ликвидация этой свалки и других 200 расположенных в черте города экологи добиваются от местных исполнительных органов. Власти, в свою очередь, обещают убрать мусор при очередном субботнике. Будем надеяться, что этот субботник произойдет как можно быстрее. Персонально на эти цели денег в бюджете не предусмотрено. Как отметили в департаменте экологии, с начала года в области удалось устранить почти 60 несанкционированных свалок. Если Акимат написал нам письмо, что утилизировано, мы перепроверяем эти факты. В случае непредоставления сведений о ликвидации данной свалки, нами, департаментом Акмолинской области, будут приниматься меры инспекции реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация перенаправляется Акимам районов. И эту информацию они отрабатывают во время проведения месячников по уборке стихийных свалок. Из 622 населенных пунктов проведены субботники в 415, в том числе и в областном центре. Ликвидировано 174 свалки. А вот свыше 100 тысяч тонн твердобытовых отходов ежегодно вывозят на полигоны в Западно-Казахстанской области. Причем большая часть, а это 70 тысяч тонн, приходится на областной центр. Между тем на вторичную переработку отбираются меньше 10% отходов. Так несколько предприятий региона занимаются сбором и переработкой автомобильных шин. Из них выпускают резиновую крошку, напольную плитку и брусчатку. Почти 400 боксов поставили в госучреждениях Уральска для сбора макулатуры. Местные бизнесмены освоили выпуск салфеток и туалетной бумаги. Пластик и стекло отправляют как торсырье в Россию. И, как выяснилось, на полную мощность не заработал даже сортировочный комплекс на полигоне. Причина проста. Элементарно не хватает человеческих рук на сортировку мусора. Не хотят идти даже безработные. В прошедшем году в области на переработку было отправлено всего 3,5% твердых бытовых отходов. В этом году при плане в 7%, мы пока за 10 месяцев вышли на 6%. В этот показатель входит и сама переработка, и сортировка отходов. По региону у нас поставлено 1300 контейнеров для пластика. Его собирают и отправляют для переработки в соседнюю Россию. Жители Атырау и региона в целом жалуются на плохую экологическую обстановку. В ее загрязнении они обвиняют компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти. Людей возмущают неприятные запахи вредоносного сероводорода от деятельности Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Периодически из труб предприятия, расположенного в нескольких сотнях метров от городских кварталов, видны выбросы пара или клубы черного дыма. Не меньше вредоносных отходов выделяют в атмосферу и нефтеперерабатывающие компании, разрабатывающие тенгизское и кашаганское месторождения. По словам контролирующих органов, только в этом году нефтяные компании были оштрафованы на 2 миллиарда тенге. И работа по ужесточению экологических требований продолжится. В том числе и на нефтеперерабатывающем заводе. От работы которого, к слову, больше всего страдают горожане. Будет ликвидирован крупнейший источник на предприятии в виде открытых очистных сооружений. Оттуда идет большая концентрация сероводорода. Будет ликвидирован открытый канал, по которому большая концентрация сероводорода течет до очистных сооружений, до накопителя. Он на сегодняшний день будет изолирован. Израиль удивляет и радует. Он внедряет самые передовые технологии утилизации отходов. Из новинок там научились перерабатывать даже канализационные стоки. И получать из них бумагу. Все подробности в материале нашего собственного корреспондента Сергея Услендера. Установка эта уже не экспериментальная, а вполне себе промышленная. Расположена она на очистных сооружениях крупного поселка. Это своеобразный симбиоз бизнеса и администрирования. Властям не надо мучиться с переработкой стоков, а компания получила неограниченный источник сырья. Суть технологий заключается в том, что мы берем канализационные стоки, выделяем из них твердые фракции и делаем в сырье, которое можно использовать для производства бумаги или энергии. Благодаря тому, что сырье практически бесплатное, мы добились очень высокой рентабельности. Так неаппетитно выглядит сырье до переработки, а вот так уже после. Эти гранулы впоследствии перерабатывают в бумагу, довольно ценный по нынешним временам продукт. Часть материала используют для производства энергии. В результате почти нет расходов на электричество и тепло. Оказалось, что при сжигании эти гранулы выделяют колоссальное количество тепла, подобно пороху. Все зависит от степени переработки. 50 процентов. Вы получаете топливо или грубую бумагу. Если повысить до 70 – картон. Если до 100 – то графическую бумагу. В Израиле переработка мусора – национальный проект. Это вполне объяснимо. Иначе маленькая страна за несколько лет просто утонет в мусоре. На главном перерабатывающем предприятии Тель-Авива применяют технологию разделения мусора при помощи воды. Принцип простой. То, что легкое, вроде бумаги или пластика, всплывает, органика находится посередине, а металл тонет. Так проще разделять. Пожалуй, главным преимуществом израильской системы является то, что переработкой мусора занимается не государство, а бизнес, создавая технологии, которые позволяют на этом еще и зарабатывать. Власти лишь следят за соблюдением стандартов и поощряют подобные инновации налоговыми льготами. Сергей Услендер, Хабар 24. ЕНПФ могут разрешить покупать на свои же активы ценные бумаги местных органов власти. Министерство труда и соцзащиты уже подготовило соответствующий проект закона. Документ вынесли на публичное обсуждение. Решение должны принять до 11 декабря. С этими и другими темами к эфиру присоединяется моя коллега Сабина Балашкина. Сабина, о чем еще расскажете в своем обзоре? Расскажу о том, сколько миллионов евро инвестируют в аэропорт Алматы. В обзоре у меня сегодня также новости из мира. Тут я остановлюсь на Германии. Узнайте, почему она решила увеличить расходы на оборону. Сделка по продаже международного аэропорта Алматы почти подписана. Новый владелец планирует инвестировать 150 миллионов евро. По словам главы турецкой компании Сани Шеннера, модернизация улучшит возможности воздушной гавани. После обновления пассажиропоток должен увеличиться на миллион человек в год. Будет создано также больше 2000 рабочих мест. Помимо этого, Шеннер рассказал, почему аэропорты лучше развиваются в частных руках. В авиационной отрасли три основных игрока. Производители самолетов, авиакомпании и аэропорты. Однако воздушные гавани, которые находятся на государственном управлении, довольно часто отстают в своем развитии. Поэтому лучше всего передавать аэропорты частным владельцам. Турецкая авиалиния Atlas Global приостановила полеты по всему миру. В компании возникли финансовые трудности, поэтому она вынуждена отменила все рейсы до 21 декабря. Решения о внутренних изменениях рейсов или возврата денег пассажирам, которые заранее приобрели билеты, будут объявлены 16 декабря. До этой даты авиаперевозчик также закрыл продажу проездных документов на официальном сайте. Отмечу, что турецкая фирма выполняет авиасообщения как страны Европы и Азии, так и внутри Турции. На Кашагане почти в два раза сократилась добыча нефти. Если в начале ноября в сутки на месторождение добывалось 400 тысяч баррелей, то в конце месяца уровень производства составил всего 184 тысячи. Причиной спада стало техническое обслуживание, которое в настоящее время проводится на нефтегазовом шельфе. Серебряные монеты с изображением корпи и бабочек выпустил Национальный банк. Коллекционные денежные знаки вылиты из серии флора и фауны Казахстана номиналом 200 и 100 тенге. Приобрести их можно во всех филиалах финрегулятора, а также в интернет-магазине. И к другим темам в России придумали способ предотвратить кражи денег с банковских карт. Для этого планирую создать систему мониторинга, чтобы другим темам в России придумали способ предотвратить кражи денег с банковских карт. Для этого планирую создать систему мониторинга, чтобы замораживать сомнительные денежные переводы, которые производят без ведома владельцев счетов. Единый мониторинг поможет отслеживать подозрительные операции через платежные системы МИР, Виза и Мастеркард. Нелегальные переводы будут фиксировать автоматически, а затем проверять в ручном режиме. Также рассматривается возможность возвращать деньги россиянам со счетов мошенников без судебных процессов. Эксперты предупредили, что теперь банки начнут неохота делиться информацией о клиентах. Также специалисты опасаются, что поначалу будут блокировать даже правомерные транзакции. К 2030 году Германия будет тратить на оборудование 2% от своего ВВП. Увеличить расходы бюджета страна намерена из-за того, что считает Европу слишком слабой в военных делах. Ведь она не может защитить себя сама без помощи США. Об этом заявила глава немецкого парламента Ангела Меркель. Отмечу, что сейчас в НАТО ведется работа над тем, чтобы все члены Альянса тратили не меньше 2% на оборону. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, вложения в военную отрасль. Из завершения выпуска информации с казахстанской фондовой биржи по итогам последних торгов курс доллара составил 386 тенге 22 тина. Это был весь экономический обзор. Всем хорошего дня. Спасибо. Это были деловые новости от Сабины Балашкиной. Фермеры Жамбылской области с начала года экспортировали больше 2000 тонн мяса. Наращивать потенциал помогают госпрограммы, например, Сабага. Большим спросом она пользуется у сельчан. В этом году 58 крестьянских хозяйств закупили свыше 17 тысяч овец почти на 600 миллионов тенге. Мясо животноводы сдают на комбинат. Тему продолжит моя коллега Анастасия Сулейманова. Мольдер Байсакалова по специальности финансист. Но работать по профессии не стала, а решила развивать племенное скотоводство. Получив кредит на 10 миллионов тенге, начинающий животновод приобрела почти 270 овец. В будущем поголовье намерена увеличить в разы. Мясо планируют поставлять на комбинат. Для этого заключила договор. По программе Сабага взяла кредит на 5 лет под 6%. Предусмотрены годовые каникулы НАСС профинансировал фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Условия выгодные. Если всерьёз заниматься животноводством, то будет отдача. Недаром казахи говорят, если держишь скот, то держи овец. Будет прибыль. А животноводок Жолтенгибаев воспользовался программой ИГЛИК. Говорит, для мелких хозяйств это хорошая возможность расшириться. Фермер выращивает овец и коз. Занимаюсь скотоводством более 10 лет. Развожу коз и овец. В этом году увеличил поголовье. На 4 миллиона тенге закупил 110 овцематок и 4 племенных кошкара. Весной ждём приплод. Для развития животноводства государство оказывает весомую поддержку. Сейчас очень много программ. Нужно не бояться и принимать участие. Планирую разводить и крупный рогатый скот. В этом году по программе САБАГА 58 крестьянских хозяйств купили более 17 тысяч овец. Инструменты поддержки направлены на повышение экспортного потенциала отечественного мяса. По программам кредитования займы в размере до 12 миллионов тенге выдаются на 6,5 лет по ставке вознаграждения 6% годовых. Действует годный период до 2 лет, в течение которого заёмщик освобождается от выплаты основного долга и вознаграждения. Программа «Иглик» отличается от программы САБАГА прежде всего суммой. Программа «Иглик» у нас рассчитана на более мелкие хозяйства, до 4 миллионов тенге. С начала года местные фермеры экспортировали свыше 2000 тонн говядины и баранины. Продукцию отправили в Иран, Бахрейн, Арабские Эмираты, Россию и другие страны ближнего зарубежья. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Хатила, Жамбылская область, Хабар-24. Что только не раздражает человека в этом мире. Если начать перечислять, то, думаю, остановиться будет невозможно. Но на планете или в мире информационных и цифровых технологий исследователи выделили один интересный раздражитель. Людей, оказывается, нервируют пароли, а потому меняют их очень редко. Работа выявила, что блокировка онлайн-аккаунта является вторым по значимости ежедневным расстройством людей. При этом на первом месте стоит потеря ключей или телефона. Об этом не только в программе «Между строк». Конечные сроки для вывода американских войск из Сирии не установлены, пишет ресурс Foreign Policy. Газета цитирует генерала Кеннета МакКензи, главу Центрального командования Вооруженных сил США, который выступил перед небольшой группой журналистов в Бахрейне. Он сообщил, что на северо-востоке Сирии останутся около 500 американских военнослужащих. Они вместе со своими партнерами, сирийскими демократическими силами, будут продолжать работу с оставшимися боевиками Тегил. Газета указывает на тот факт, что два месяца назад американский президент Дональд Трамп говорил о выводе войск США из Сирии, однако все еще неизвестны точные сроки окончания их миссии там. Хотя на северо-востоке Сирии по-прежнему возникают перестрелки, обстановка достаточно стабилизировалась, чтобы возобновить операции сил коалиций против террористов. Но тщательно продуманные военные планы генерала МакКензи может нарушить один какой-нибудь твит американского президента, пишет Foreign Policy. Индия ежедневно производит около 26 тысяч тонн пластиковых отходов и приблизительно 40% из них остаются несобранными из-за нехватки мощности переработки, пишет ресурс India Times. И это несмотря на то, что с 1 марта весь импорт иностранных твердых пластиковых отходов и лома был запрещен. Этот шаг направлен на то, чтобы сократить разрыв между производством отходов и возможностями по переработке. Уже со 2 октября в Индии нельзя пользоваться одноразовыми стаканчиками, соломинками и пакетами. Власти ввели общенациональный запрет на пластик. И пока одни индийцы приветствуют этот шаг, говоря о защите природы, другие выступают против, пишет газета. Последние в основном мелкие производители, которые боятся остаться без работы. Полностью освободить Индию от пластика власти намерены в течение 5 лет. Ресурс отмечает, что это непросто, учитывая, что страна вторая по численности населения в мире, а также по причине высокой загрязненности ее городов. Однако местные власти настроены оптимистично. К примеру, после запрета на пластик в некоторых штатах страны придумали новое производство – создание одноразовых тарелок из листьев деревьев. Листья сшивают вместе, образуя круг, затем приклеивают к картону и прессуют в форме тарелки. Из листьев также планируют производить чашки, стаканчики, соломинки и бутылки. В преддверии «Черной пятницы» американское издание Wired решило рассказать читателям, как не попасть на крючок сетевым мошенникам. «Блэк Фрайда» или «Черная пятница» собирает толпы народа, а где толпа – там есть место мошенникам, утверждает ресурс. А значит, что с интернет-покупками в эти дни надо быть предельно осторожными. В первую очередь издания советуют обновить программное обеспечение. Дело в том, что Microsoft, Apple, Google, Mozilla и другие технологические гиганты отлично наловчились обнаруживать мошенничество, будь то непроверенные фишинговые электронные письма или попытки несанкционированного входа в систему. Самые свежие версии помогут получить максимальную пользу из возможностей безопасности. В «Черную пятницу» вас буквально завалит специальными предложениями по почте и через соцсети. Опасайтесь писем, отправленных из подозрительных источников. Всегда проверяйте, что ссылка ведет на обещанный сайт. Проверить, что учетная запись отправителя подлинна, можно, открыв искомый сайт в отдельном окне браузера. Делится советами Wired. Как бы ни манили предложения «Черные пятницы», ресурсы рекомендуют оттовариваться на одних и тех же проверенных сайтах. Чем меньше компаний хранят данные платежных карт, тем ниже вероятность, что их взломают. Людей раздражают пароли, и поэтому меняют их достаточно редко. Новое исследование Google показало, что негативно к паролям относятся 80% британцев, передает Daily Mail. Работа выявила, что блокировка онлайн-аккаунта является вторым по значимости ежедневным расстройством людей. При этом на первом месте стоит потеря ключей или телефона, отмечает газета. Более трех четверти британцев признались исследователям в том, что их раздражают пароли. Жители Соединенного Королевства надеются, что они устареют в ближайшем будущем, и на смену им придет что-то более простое. Несмотря на потенциальные неудобства, ради повышения безопасности киберэксперты рекомендуют создавать уникальный пароль для каждого аккаунта, имеющегося в распоряжении человека. Это означает, что взломав один аккаунт, преступники не смогут получить доступ к другой информации, говорится в статье. Издание дает своим читателям совет от компании GetSafeOnline. Безопасный пароль можно создать, выбрав три случайных слова и добавив к ним цифры и знаки припинания. Чтобы повысить безопасность в интернете, нужно также избегать использования очевидной личной информации в своих паролях, подчеркивается в публикации. Интересно, что самыми угадываемыми паролями обычно считаются набор букв и цифр QWERTY и 123456. Их использует миллионный человек. Делится Daily Mail. Число жертв землетрясения в Албании достигло 35 человек. Ранее сообщалось о 27 погибших и почти 700 пострадавших. Из-под завалов сотрудники экстренных служб спасли около 45 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются и сейчас. Напомню, два дня назад в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,5. По данным геологической службы эпицентр находился недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки также ощущались в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии, Герцеговине и некоторых южных провинциях Италии. Крупный пожар произошел на фабрике офисной мебели в Польше. К моменту приезда экстренных служб часть сотрудников успела покинуть. Здания пожарные вывели из горячих цехов 88 человек. Также в качестве меры и предосторожности эвакуировали более 50 жителей близлежащих домов. К счастью, жертв и пострадавших нет. Тушение огня заняло несколько часов, поскольку пламя забралось в вентиляционные шахты. Это затруднило работу экстренных служб. Причины возгорания и размер ущерба пока неизвестны. Французские военные начали расследование обстоятельств гибели 13 солдат накануне в Мали. Официальное заявление об этом прозвучало на экстренной пресс-конференции в Министерстве обороны. По информации Генштаба французских вооруженных сил, вчера вечером во время военной операции в Сахеле на низкой высоте, в условиях плохой видимости, столкнулись вертолеты «Тайгер» и «Кугар». Это стало самой большой потерей французской армии за последние 36 лет. В антитеррористической миссии «Бархан» в Африке на сегодняшний день остаются задействованы 4,5 тысячи французских военных. Это произошло вследствие сложной военной операции ночью в условиях ведения боя. И я применяю термин «бой». Это не просто несчастный случай или столкновение. Это происшествие имело место во время военной разведывательной операции. Чтобы установить точные обстоятельства этой драмы, как и предусмотрено правилами в случае авиакатастроф, начато расследование. Бюро расследует этот случай для обеспечения воздушной безопасности и в последующем. Тем временем в США продолжается опиоидный кризис. От передозировки в стране ежегодно умирают десятки тысяч человек. К борьбе с этой проблемой присоединилась и Мелания Трамп. Она выступила с инициативой «Будь лучшим», которая фокусируется на проблемах, связанных с безопасностью в интернете и злоупотреблением опиоидами. Первая леди США выступила на молодежном форуме в Балтиморе, призывая студентов принимать правильные решения и вести здоровый образ жизни без наркотиков. Отмечу, опиоиды начали использовать в Америке в середине 90-х годов как обезболивающее средство. Сегодня этот метод купирования болей называют тяжелой ошибкой современной медицины. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности, отмечается, что опиоидный кризис охватывает не только США, а становится сегодня глобальной проблемой. Одна из причин зависимости от опиоидов – это доступность этих таблеток. Вернемся в Казахстан. Погоня в Казаларде за нетрезвым водителем. Горе-поджигательницы из Актау, а также трагедия в жилом доме Шымкента. Все подробности прямо сейчас. Пьяному море по колено. Чтобы остановить нетрезвого водителя автобуса в Казаларде, полицейские чуть было не поставили под удар патрульную машину. По центральной улице Лихач передвигался на большой скорости и на предупреждающие сигналы не реагировал. Тогда сражи порядка просто перегородили ему путь служебным автомобилем. После водителя общественного транспорта отвезли на медицинское осветительствование. Теперь его лишат прав на три года. Отмечу, что только за три дня полицейские на дорогах региона остановили 14 пьяных автовладельцев. Угарным газом отравилась семья в Шымкенте. В больницу в тяжелом состоянии попали женщина и три ребенка. Пятилетнего мальчика медики спасти не смогли. Причины ЧП выясняются. Однако аварийная бригада уже обнаружила нарушение при монтаже газового водонагревателя, который хозяева установили на лоджии самостоятельно. По словам специалистов, в дымоходе проточного прибора отсутствовала тяга. По тяжести состояния мама и четырехлетний ребенок были госпитализированы в реанимационное отделение с диагнозом «Острое отравление угарным газом тяжелой степени тяжести». Ребенка трехмесячного мы перевели в городскую детскую клиническую больницу, так как у ребенка еще имеется сопутствующий диагноз «Острый бронхит». Полицейские Жамбульской области по вечерам посещают увеселительные заведения. Стражи порядка проверяют, не находятся ли там в позднее время несовершеннолетние. С начала года в полицию доставили больше 200 подростков, которые развлекались в ресторанах и ночных клубах без взрослых. Только за одну ночь в кафе «Тараза» полицейские насчитали около 70 несовершеннолетних. Больше 200 родителей оштрафованы. В «Октаву» в объективы камеры видеонаблюдения попали девушки, которые пытались сначала поджечь автомобиль, а потом прокололи колеса. Хозяин машины решил проучить злоумышленницы, выложил видео в социальные сети. В полицию автовладелец обращаться не стал. Он посчитал, что дурная слава в интернете станет лучшим наказанием для обидчиц. Сейчас немного о медицине. Операцию высшего пилотажа провела команда хирургов городской многопрофильной больницы Уральска. Впервые в регионе успешно прооперировали очень редкую, но крайне опасную патологию. Хемодектома – опухоль сонной артерии. Это основная артерия, кровоснабжающая головной мозг. Данный вид хирургического вмешательства – один из самых тяжелых в медицинской практике и сопровождается высоким риском массивного кровотечения и повреждения нервов. Врачи без последствий удалили эту опухоль. Сейчас 70-летний пациент проходит дальнейшую терапию. Наряду с улучшающимися качественными показателями растет и число больных. И если в прошлом году провели 7 тысяч операций, то за 10 месяцев текущего года больше 7,5 тысяч. Еще полторы тысячи операций врачи планируют провести до конца этого года. Спасибо, Эль Трич Бадница. Дай Бог здоровья. Подлечили. Основной сосуд, питающий головной мозг, опухоль растет из нее практически, можно сказать. И она прорастает в нее. Поэтому эта операция сопровождается с большими техническими трудностями. Эта операция – очень рискованная операция. Сама патология тоже является очень редкой патологией. Естественно, эта операция является опасной. Но нашей команде удалось эту операцию успешно провести, при этом сохранив абсолютно все жизненно важные органы, не повредив сонную артерию, не повредив яремную вену, не повредив большие важные нервы. Впервые за 5 лет уровень производственного травматизма в Казахстане снизился на 22%. Наша страна поднялась в мировом рейтинге с 30 на 25 место. Этому способствовали ряд кардинальных мер, принимаемых на отечественных предприятиях. В частности, внедрили свыше 2000 международных и национальных стандартов по безопасности и охране труда. Наработанным опытом накануне трудовые инспекторы делились на совещании в Павлодаре. Более 670 тысяч работников в Казахстане трудятся на вредных и опасных производствах. Ежегодно свыше полутора тысяч из них получают производственные травмы. До 200 человек гибнут зачастую по вине работодателя. Такая статистика присутствует на фоне общего снижения уровня травматизма. Цифры не критические, но тем не менее, работать еще есть над чем, говорят инспекторы труда. Анализ показывает и в нашей области, что одной из причин является грубая неосторожность пострадавших. Соответственно, надо проводить соответствующую работу с работниками. В данном случае это обучение персонала, потом производство соответствующих стажировок и получение соответствующей специальности, и чтобы они проводили соответствующую работу безопасно. В Восточно-Казахстанской области, где сосредоточен крупный горно-металлургический кластер, за последние три года наблюдается снижение уровня производственного травматизма. В этом году на 47% снизился показатель получения травм со смертельным исходом. В Павлодорской области, в крупном индустриальном регионе, тоже идет снижение. С начала года на производстве пострадало 92 человека. 8 несчастных случаев расследовано. Во многом доказана вина работодателя. На самом деле, почти в каждый час случаев виноваты также работники. Но согласно трудового кодекса, должно учитываться грубая неосторожность у меня работника. Обычно бывает простая неосторожность у работника, грубая, крайне редко встречается. И, как правило, мы применяем не смешанную ответственность, а 100% вину работодателя. Для снижения травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в Казахстане принята дорожная карта до 2023 года. Обновлена система плановых и внеплановых проверок на предприятии. Наполовину сокращены требования проверочных листов. Созданы свыше 14 тысяч производственных советов по безопасности и охране труда. В настоящее время идет работа по совершенствованию действующего трудового законодательства. В трудовом кодексе относительно безопасности труда мы уже подготовили ряд изменений в законопроекте. Он буквально обсуждается в Можелесе и в конце года ждем результата. В целом, я бы хотел сказать, есть определенный эффект. Это можно судить по результатам. Сейчас намного уменьшился процент травматизма на производстве. В этом году мы считаем, что где-то в 20-25% будет снижено. Только создание благоприятных для работников условий труда смогут снизить профессиональные риски. Система государственного контроля уже переориентирована на развитие профилактики травматизма и стимулирования работодателей. На Балдарском электролизном заводе сейчас максимально вовлекают своих работников в процесс выявления потенциально опасных производственных мест. В этом году здесь произошел всего один несчастный случай. В частности, по программе «Сигнал» у нас работает мотивационная система. То есть работники, которые выявляют потенциально опасные места, где у нас есть возможное появление травм, риск при условии работы. То есть те, кто подают эти предложения, сигналы, они у нас мотивируются дополнительно денежными вознаграждениями. Чтобы достичь нулевого травматизма, на предприятиях необходимо проводить комплексную модернизацию производственных процессов. То есть осваивать передовые автоматизированные технологии, где человеческие ресурсы будут задействованы лишь в управлении этими системами. Фактически добиться этого очень тяжело, потому как это требует колоссальных финансовых затрат, изменения всей технологии на предприятиях. Но в нашей области есть примеры, где уже пришли к такому высокому результату. Например, на Бушакольском горно-обогатительном комбинате гиганте цветной металлургии в этом году не было ни одного несчастного случая. В Атерау началась операция по доставке уникального сосуда на строящийся химический комплекс. Его диаметр, а это колонна-сплиттер для разделения газов 8 метров 40 сантиметров. Вес 1200 тонн, длина 105 метров. Такой крупный по объемам, а главное по технологическим сложностям заказ казахстанские машиностроители получили впервые, победив в тендере европейские и азиатские компании с мировым именем. Для изготовления сплиттера пришлось полностью обновить оборудование, обучить десятки людей до комплекса, где сосуд будет установлен 47 километров. На преодоление этого пути потребуется три дня. По дороге предстоит демонтировать или поднять десятки линий электропередач и пройти железнодорожные пути. В операции по доставке сплиттера участвует больше 200 человек. Вес колонны распределяется на 128 осях, что составляет 10 тонн и не превышает допустимые значения. Также на пути следования были построены объездные дороги через путепроводы и железной линии. Также переход через ЖД-линии был укреплен. Соответственно, никакого повреждения ЖД-линиям либо инфраструктуре не будет. Такой спектакль, который бы порадовал детей, я думаю, на вес золота. А вот столичный театр кукол именно порадовал своих зрителей выдуманной новой постановкой «Элвин и жители волшебного леса». Культ-вояж на Хабар 24. В Казахском национальном университете искусств прошел первый республиканский конкурс, посвященный 75-летию народной артистки Республики Казахстан Харлан Халиламбековой. Профессор воспитал не одно поколение талантливых исполнителей. Все они сейчас работают в ведущих театрах нашей страны. Они работают, успешно работают, плодотворно работают, продолжают мое дело. Кто-то педагогом работает, кто-то в оперном театре поет. В основном опера у меня девочки мои, четыре девочки поют. Так что вот так. И вот решили сделать конкурс. Основной задачей конкурса является развитие и совершенствование отечественного оперного искусства. Согласно требованиям, все конкурсанты исполняли композиции из репертуара народной артистки. Члены чужих, все профессионалы, они объяснят какие-то недочеты, ошибки в выступлении. Будут сидеть педагоги, которые тоже будут делать свои выводы для дальнейшей работы. Поэтому я считаю, конкурс – это необходимость для людей, которые находятся на сцене. Для вокалистов, инструменталистов, в общем, для музыкантов, для артистов. Оценивали конкурсантов народные артисты и заслуженные деятели Казахстана. В состязании приняли участие студенты высших учебных заведений. В органном зале прошел вечер камерной музыки. Программа стала настоящим открытием для столичной публики, так как в этот вечер звучали только премьеры. Были исполнены произведения зарубежных композиторов. Все эти произведения, я с уверенностью могу сказать, не игрались у нас в Казахстане. Мы хотели сделать вечер, пример камерной музыки, духовой камерной музыки. Хотелось бы познакомить нашу публику, наших студентов с такой камерной музыкой. В основном у нас на концертах все выступают сольно. В таких составах очень редко играем концерты. Хотелось бы, чтобы наши студенты просвещались и узнавали такие произведения, которые мы сегодня будем исполнять. В концерте приняли участие лауреаты международных и республиканских конкурсов Айнур Сакенова, Жанар Шельтрекозова, Лилия Абдрахманова, Даулет Сейдахмет и Владимир Ардашев. Все они являются преподавателями кафедры духовых инструментов Казахского национального университета искусств. Столичный театр «Кукол» порадовал своих зрителей новой постановкой «Элвин и жители волшебного леса». Эту историю придумала сотрудник театра Мирем Аргембаева. Она впервые написала сценарий к детскому спектаклю. Сейчас очень актуальная проблема та, что ребенок постоянно находится в планшетах, ребенок постоянно находится в телефоне, он не видит окружающий мир. И в принципе, эту актуальную проблему мы подняли в данном спектакле, чтобы ребеночек немножко убрал эти электронные гаджеты современные и проникся в окружающую среду, проникся в природу, начал общаться, завел друзей, возможно. По задумке сценариста, мальчик по имени Алдо попадает в волшебный лес. Главный герой рассержен, потому как на природе нет интернета. Дух волшебного леса «Белый единорог» превращает мальчика в бурундука. Ему предстоит полюбить окружающий мир, найти друзей, чтобы вернуться домой. Мне нравится эта роль, потому что я сначала любил интернет, не хотел отставать от него, ненавидел лес. А потом я начал любить лес. До этого я думал, что самое главное – это интернет. А потом я узнал, что интернет – это не самое главное. Самое главное – это лес. Приключения Алдо в волшебном лесу учат маленьких зрителей дружбе, милосердию и любви к природе. В завершении выпуска – афиша ближайших событий. 29 ноября в Театре имени Куанышбаева состоится показ спектакля «Отелло». 29 ноября в Театре драмы имени Уэзова можно насладиться постановкой «Без бойдока Бертой». 29 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». 30 ноября в Театре имени Лермонтова труппа даст спектакль «Блэк Камеди». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В Грузии, несмотря на развитое индустриальное производство, все еще пользуются популярностью мастера ручной работы. В гостях у тбилисского обувщика побывала моя коллега Юлия Тужилкина. С каблуками или без? На платформе или классические? Современный ассортимент обуви довольно широк, однако большой выбор не всегда означает качество, потому многие сегодня предпочитают обувь ручного производства. В Грузии, к примеру, еще жива профессия сапожника. Сейчас для тех, кто предпочитает обувь на заказ, главное это качество материала и мастерство сапожника. В Тбилиси довольно много мастерских, где шьют дизайнерскую обувь. В старом городе встречаются и вот такие дворики с домами, в подвалах которых творят настоящие мастера. Гургену 45, и 30 лет из них он шьет обувь. Работал в разных цехах, много лет посвятил мастерской русского театра в Тбилиси. Про него говорят, что таких сапожников в столице осталось мало. Сейчас в своей профессии он может все – сделать колодку, чертеж обуви раскроить и шить. Все, как делали в старину, ручная работа от начала и до конца. Кстати, машинка у него старинная, немецкая, с вековой историей. И старую русскую поговорку про сапожника Гурген тоже знает. Существует поговорка «сапожник без сапог». Это уж точно. Раньше кожа стоила дорого, и не каждый сапожник мог позволить себе новую обувь. Ходили в ней, пока она не разваливалась. Но также есть еще одна причина. У сапожника никогда не хватало времени на пошив обуви для себя, так как он шил другим. Заказов было много, и все его поторапливали. По словам Гургена, сейчас профессия обувщика не так популярна, как раньше. Заводы почти вытеснили мастеров. Да и цена имеет значение. Обувь, сшитая вручную, не всем по карману. Однако и сейчас есть желающие. А уж ремонт обуви востребован во все времена. Сейчас есть большой ассортимент обуви и на разный кошелек. Но если сравнить по качеству, например, обувь из базара может через неделю расклеиться. А вот мою обувь носят долго. Раньше наша работа считалась престижной профессией. Думаю, что качество и ручной труд всегда будут в цене. Тбилиси всегда славился своими мастерскими. И народные традиции ремесленников все еще передаются от старших к младшим. Гурген тоже воспитал несколько учеников. А один из них, его двоюродный брат, сейчас живет и работает в Казахстане. Юлия Тужилкина, Шалва, Сур-Милашвили. Хабар, 24. Грузия, Тбилиси. Портрет молодого Моцарта выставят на торги в Париже. Предварительная оценка картины – 1 200 000 евро. Авторство полотна приписывают итальянскому художнику Джамбертино Чиньяроли. К слову, это один из четырех портретов, написанных при жизни художника. Именно этим и определяется высокая ценность полотна. Сейчас картина находится в частной коллекции. Известно, что она была написана по заказу венецианского генерал-суперинтенданта Пьетро Луджати. Предполагается, что его очень впечатлила игра молодого композитора на концерте в Вероне в январе 1770 года. После чего он и попросил написать портрет музыканта. Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора коллективной безопасности. Совсем скоро диалоговая международная площадка начнется в работу в Бишкеке. В этом году Казахстан председательствует на саммите. Подготовка к работе съезда идет со вчерашнего дня. Этим утром на территории резиденции Аларча наводят порядок. Само здание благоухает ароматом цветов. Готовят баннеры для фотосессии и, конечно же, сами залы. Сначала участники сессии проведут заседание в узком формате. Вход в тот зал доступен только определенному кругу людей. После этого встреча пройдет в расширенном составе. Для этого лидерам организации предстоит переместиться в более просторный конференц-зал. Пока мероприятие не началось, есть уникальная возможность рассмотреть кое-какие детали. Судя по восточным сладостям, стоящим на столе, здесь старались создать самую приятную атмосферу, чтобы каждый гость чувствовал себя по-настоящему как дома. В целом на столах никаких лишних предметов. Ничего не должно отвлекать от диалога. А он, как обещает повестка дня, будет достаточно долгим. Ожидается, что главы военно-политического союза обсудят ряд важных вопросов, которые угрожают безопасности не только в регионе, но и в мире в целом. Также есть информация, что Хасамжумар Токаев озвучил свое видение решения актуальных геополитических проблем. Подробности саммита в наших следующих информационных выпусках. Уже этим вечером казахстанские болельщики смогут увидеть будущих звезд мирового футбола. Такую вот оценку своим футболистам дал главный тренер английского Манчестера Юнайтед Олегунар Цульшер. Об этом норвежский специалист заявил накануне, во время традиционной предматчевой пресс-конференции. К слову, большая часть вопросов касалась именно далеко не самого оптимального состава красных дьяволов. Напомню, из полноправных игроков основы в Нур-Султан прилетели лишь Джесси Лингард и Люк Шоу. Кроме того, лишь четыре футболиста из этого созыва сыграли больше десяти игр за клуб. Манчестер Юнайтед после четырех туров в Лиге Европы с десятью очками занимает первое место в группе L. Манкунянцы уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира и матч с казахстанской командой турнирного значения для них не имеет. Я дам шанс многим молодым футболистам. У некоторых это будет дебют. Они молоды, но я уверен, что это будущие звезды мирового футбола, чьей игрой в будущем будут наслаждаться на лучших стадионах мира. Это отличная возможность для меня проверить их, ведь им предстоит доказывать свою состоятельность на деле, пока на соперника давит лишь имя Манчестер Юнайтед. Но в принципе для нас не важно, звездный состав прибыл в Нур-Султан или не звездный. Главное, что мы играем с именитой командой Англии Манчестер Юнайтед. Астана только вперед, болеем за наших. С вами был Арстан Балтин, до встречи, увидимся, вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok